Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарии. Моральное состояние морских пехотинцев в России низкое. Оккупанты продолжают мечтать о захвате Одессы. Однако моральное состояние морской пехоты России крайне занижено. Об этом в эфире 24-го рассказал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации. По словам Братчука, попыток российского десанта высадиться на берег не замечают. Как отметил Братчук, захватчики хорошо видят, насколько укреплен Одесский район. Враг знает, как работают ВСУ, поэтому пехотинцы уже долго болтаются в Черном море. По оперативной информации и данным нашей разведки, морально-психологическое состояние противника, а именно морских пехотинцев, достаточно низкое, подчеркнул он. Также спикер операционного штаба Одессчины отметил, что на счету украинских воинов уже несколько сбитых вражеских самолетов, в частности, подбит корабль Василий Быков. Когда узнали эту новость, то несколько часов ждали подтверждения, хотя хотелось кричать на весь мир, что Одесса таки является городом-героем и в дальнейшем им останется. Именно с Одессы начинается Украина, рассказал Братчук. Кроме того, оккупанты замерзнут в танках под Киевом и Харьковом. Погода готовит им сюрприз. Арктические ветра в Украине превратят российские автомобили в 40-тонные морозильники. В ближайшие дни температура минус 20 градусов нанесет ущерб всем сторонам. Но удар по заспарившейся колонии оккупантов под Киевом, как ожидается, будет особенно сильным. Об этом пишет британское издание The Times. Аналитики отмечают, что резкое похолодание может еще больше затормозить продвижение российских войск, поскольку они будут вынуждены либо бросить технику, либо сидеть в 40-тонных железных морозильных камерах. Сообщается, что арктический воздух, движущийся через Россию в Украину, будет сочетаться с восточным ветром, из-за чего в ближайшие дни в Киеве и северном городе Харькове ночью температура упадет до минус 10 градусов. По прогнозам, с учетом ветра температура может достигнуть минус 20. Также советник главы ОП «Аристович» не видит вариантов для российской армии в Украине. Путинские войска ждет позорный конец на нашей земле. По его словам, окружать одновременно четыре крупных города, двухсоттысячным войском, разнесенным на дистанции в 500 километров, могут только полные идиоты. «Еще будет какая-то там попытка штурма Киева, попытка продерзать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция», – написал Арестович. Также он рассказал, почему российские оккупанты пытаются захватить Харьков. В данный момент полк АЗОВ и ВСУ обустраивают несколько линий обороны Киева, которые не дадут шансов российским оккупантам. Кроме того, российские военные думали быстро закончить операцию на территории Украины, но не рассчитывали свои силы. По его словам, есть аналитические оценки, техматериальные затраты, а есть те данные, которые не поддаются расчетам. Они просчитали, но не все. Надеялись, что президента Зеленского никто не будет защищать, потому что они зашли, как им казалось, когда у него якобы была низкая поддержка. Они также привезли с собой парадную форму и думали, что за 5-10 суток проведут парад на нашей территории, то есть Зеленский убежит или будет убит. Попытки его убить были неоднократны, сказал он. Также Арестович рассказал о планах оккупантов по поводу установления своего руководства на нашей территории. Они планировали провести тут парад, поставить марионеточное правительство и потом уйти отсюда с чувством выполненного долга, чтобы потом подписать договор, что никакого НАТО, свои флаги и русский язык, независимость ЛНР, ДНР и Крым. Сейчас они понимают, что речь уже идет про поражение России, сил у них формально не осталось, сказал он. Сейчас у врага очень сильный конфликт между подразделениями, которые были призваны с Кавказа и российской армией. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.